Вот и настало то время, когда аппарат Voyager 2, запущенный в 1977 году, вышел в межзвездное пространство. Здесь вы наблюдаете, как несколько месяцев назад Зон зафиксировал резкое ослабление солнечного ветра с одновременным увеличением космических лучей, что характеризует межзвездное пространство. Следует различать понятие межзвездное пространство и солнечная система. Первое определяется ослаблением солнечного ветра и усилением межзвездных космических лучей, которые ближе к звезде вытесняются солнечным магнитным полем, что, собственно, Voyager 2 недавно и пересек. И в этом смысле зонд все еще находится внутри солнечной системы, где пребудет еще много столетий, пока не пересечет облако Оорта. Наши потомки, к сожалению, это уже не запечатлят, поскольку запасов топлива в радиоизотопном генераторе зонда осталось меньше, чем на 10 лет. К сведению, Voyager 2 потребуется около 300 лет, чтобы достигнуть внутреннего края облака Оорта и, возможно, 30 тысяч лет, чтобы пролететь за него. А здесь вы наблюдаете сегодняшнее расположение зонда, которое обозначено большой белой стрелкой. Voyager 2 был первым и до сих пор единственным зондом, показавший нам детальные изображения Урана и Нептуна. До программ Галилея в 1995 и Кассини в 2004. Ему также принадлежат лучшие снимки Юпитера и Сатурна. Программа Voyager считается одной из самых удачных и значимых для науки космических миссий. И интересно и то, что Voyager 1 пересек эту границу еще в 2019 году, но в отличие от него только у Voyager 2 есть приборы в работающем состоянии, которые обеспечат первое в своем роде наблюдение за природой этих своеобразных ворот в межзвездное пространство. В настоящее время зонд находится на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли. Операторы миссии могут поддерживать связь с зондом, но получение информации, передающейся со скоростью света, занимает около 16,5 часа. Для сравнения, свет от Солнца достигает Земли примерно за 8 минут. Переданные Voyager 2 сведения позволят астрофизикам продвинуться в изучении области межзвездного пространства. Удивительно! Космический зонд Voyager 2 был запущен еще в августе 1977 году, на 16 суток раньше аппарата Voyager 1. Изначально миссии были рассчитаны на 5 лет для тщательного исследования Юпитера и Сатурна, но впоследствии, так как оказалось возможным, они были расширены. Полеты обоих станций, продолжающиеся уже 41 год, стали самыми продолжительными космическими миссиями. По расчетам, корабли смогут поддерживать связь с Центром управления на Земле до 2027 года. И напомню вам, что на борту каждого зонда находятся золотые пластинки с записями земных звуков, музыки и посланиями человечества, для вероятных инопланетных цивилизаций. Что тут скажешь? Спасибо вам, ветераны! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok